парни всем привет меня зовут тигран добро пожаловать на мой канал тест ранний сегодня хочу поделиться решением одной проблемы которую я нашел решение нашел это чисто случайно проблема заключается в следующем на матизе не работает прикуриватель то есть провода все целые предохранители целые все абсолютно целое плюс выходит но до прикуривателя не доходит то есть я сам немного в электрике шаря да но не мог понять как бы в чем прикол и чисто случайно я нашел решение этой проблемы на одном старом форуме уже в старой ветке темы какое именно вы узнаете об этом дальше в ролике то есть это касается не только матиза это может быть на любой машине поэтому смотрите этот видос до конца много полезной инфы попросите обязательно поставить лайк и написать вниз комментарии сделать репост этого видео ваши лайки и комменты и репосты помогают продвигать видосы тем самым дает мотивацию снимать для вас новые интересные полезные ролики а теперь поехали значит на матизе вот у меня купил машину да не работал прикуриватель то есть невозможно было прикуривателем я не пользуюсь как самим до зажигалкой телефон зарядка не работала очень было неудобно навигатор не работал долго искал в чем проблема и на одном форуме как я уже говорил нашел решение проблемы в том что люди купили новую машину у них тоже там через месяц буквально вырубился прикуриватель им что-то делали замком зажигания то есть проблема была там я все разобрал ну а дальше в принципе смотрите видео вы поймете в чем там суть так вот буду показывать все на разобранной машине значит как у меня есть вот разъем предах этого прикуривателя да вот она черный и красный плюс минус вот у меня стоит мультиметр да то есть я мерил этот самый то на нем нету питания значит опять же я полез в интернет сразу да ну как вы как мы все обычно делать значит проверять предохранители предохранитель вот здесь вот находится вот этот нижний левый желтый вот этот вот отвечает за прикуриватель он у меня целый все остальное я пролез все целое везде но питания нету на самом предохранители то есть на вот этому то есть ни налево не на правой лапе питания нету ни при включенном зажигании не при выключенном копался я копался и докопался до того что в одном из на одном из форумов было написано что люди обращались на сервис да там тема какая-то старого там 8 или 10 года была новая машина на которой перестал работать предохранитель люди обращались в сервис им чинили что-то вот здесь вот проводах на замке зажигания я начал копаться еще дальше и докопался до того что люди меняли контактную группу то есть контактная группа вот она вот такая вот она стоит да снимается она сейчас я покажу как она снимается давайте я соберу ее и разберу вам заново значит вот так вот все выглядит в собранном виде да то есть замок зажигания видно стоит на месте контактная группа стоит на месте чтобы ее снять мы снимаем сам разъем контактной группы дальше контактная группа не выйдет у нее вообще здесь есть вот видно видно маленькие маленькие сейчас приближу вот болтик да внутри такой обрезанный шпилька что ли с прорезью и так далее вот там этот болтик в этом отверстии но не выйдет контактная группа даже если мы открутим тот болтик пока мы не вытащим замок зажигания значит замок зажигания для того чтобы вытащить нужно провернуть ключ в вертикальное положение да вот в такое вот вот в этом положении вытаскивается замок дальше берем шипа вот используют обычное шило вот такой вот просто согнул его немножко и вот здесь вот под рулем есть отверстие вот видно у меня сила в него зашло до зашло в надавливаем и замок выпрыгивает все мы замок сняли и не крутим ключ в таком же положении мы его будем потом ставить так и ложим теперь выкрутить надо вот этот вот саму контактную группу я очень удобно выкрутить какой-нибудь маленькой отверточкой провернув руль вот в какое-то такое положение и вот так вот немножко неудобно но в принципе она нормально выкручивается чуть-чуть надо потратить времени выкрутить вот этот вот болтик если есть длинная тоненькая отверточка вообще идеально здесь надо именно тоненькая все и вот контактную группу мы сняли теперь я сейчас я разберу покажу в чем здесь прикол значит разбирается она достаточно легко здесь вот три просто таких вот зажимчики защелки да то есть подковыриваем немножко аккуратненько один я там вот второй третий подковырнули вот внутри здесь вот сами контакты да видно и вот пластинка которая по ним ходит вот если посмотреть на эту пластинку она касается всего лишь тремя частями да и вот эти части с дырками то есть видно они стерлись и видно на них хорошо дырки можно конечно сделать такую другую пластинку или еще что то можно пойти просто купить контактную группу новую и не париться она стоит я купил за 75 гривен это получается полтора не два три доллара 3 доллара она стоит но так же новая контактная группа я купил диана сейчас я покажу а вот она вот она меня уже открытая это новая она точно такой же этой вот видно не стертый эти пластин когда это медная целая чтобы доставала до всех контактов но она точно также сухая поэтому ее мы слегка слегка промазываем графиткой чтобы все хорошо работало и не стиралась так быстро как как-то так вот значит графитка мы ставим на место графитка только проводящая поэтому мы ее мне еще старая советская слегка совсем мажем на контакты а потом лишнее все убираем и все и в принципе собираем теперь обратно ее просто вставляем и защелкиваем ну и теперь устанавливаем на место в принципе в обратном порядке самое сложное здесь это поставить замок зажигания то и мы в обратном порядке вначале мы крепим контактную группу контактную группу от ясеного это проворачиваем ее вот такое положение как бы как и замок то есть чтобы у нас потом не было проблем вот у нас замок стоит где-то вертикально ключ да и при вертикальном положении ключа у него вот этот носик становится горизонтально то есть также самое ставим и здесь чтобы вот у нас при горизонтальном положении этого да ключ стоит вертикально здесь горизонтально такая маленькая подсказочка вставляем новую группу обратно закручиваем вот этот боковой болтик так вот видно мы затянули контактную группу полностью да он видно закручен болтик до упора теперь берем замок и вставляем его вертикальном положении да вот как я говорил тест в принципе он сюда должен встать потому что немножко иногда она пошевелить ключом вот есть он защелкнулся свое место все вот просто все работает дальше надеваем разъем на место и наслаждаемся обратно прикуривателем и музыкой но есть кому интересно какую контактную группу купил контактная группа вот такая вот она подходит для матиза и для nexi одинаковая но тоже внутри сухая масло значит теперь опять вставляем мультиметр в этот самый да в прикуриватель где там как его поставить вот так видно включаем зажигание и вот наши 12 вольт на прикуривателя пожалуйста все на месте все теперь работает ребят вот я вам рассказал все что знал поэтому пожалуйста ваши лайки комментарии репосты вот так вот можете нажать на колокольчик вот вам быстро выскочил да и вам будет приходить пуш уведомления сразу о новых роликах спасибо большое вам за просмотр всем удачи пока до новых встреч